Всем привет и хорошее настроение. Снова мы в дружественной республике Финляндии. А Финляндия республика, что-то? Ну, если президент, наверное, республика. Вот, и тут удалось поймать на средних волнах русскоязычную религиозную радиостанцию. В прошлый раз вообще ничего на СВ не ловилось. Так что я думаю, что средневолновое вещание в Финляндии отсутствует. Нет! Есть, но только русская. Рядом с горным Лампенрантом. Остановились перекусить на берегу озерца. Вон там внизу какая-то мерзкая собаченца там гавкает, сбивая с делового настроя. Афина уже купается во все озере. Не знаю, вам, наверное, не видно. Вот там, между деревьев. Купаются гады во всю. Пейзажик такой, как в России. Очень мило. Так, ну вот, одна станция на средних есть. И, по-моему, больше ничего, кроме томет. Вот, что-то пробивается. Тоже что-то русскоязычное, я полагаю, с территории России. Ну, в принципе, граница здесь не очень далеко. Так, а что на коротких? Антенку на максимум. Короткие. Первый диапазон. Время по Москве без 10-8. Солнечная погода, ясное небо с небольшими облачками. Сегодня на КВ почему-то маловато. В прошлый раз было гораздо больше. О, любительская, что ли, связь. По-моему, что-то любительское пробивалось на 80 метрах. О, любительская, что ли, связь. Комары кусают. Комары кусают. Морзянкам. Ну, целый Кустра я станции. Это даже по-русски говорит. Сюда же без китайских людей. Не, хорошо берет. Такое впечатление, что радиостанция просто тесно на этой шкале. Сюда же без китайских людей. Сюда же без китайских людей. Странно, сколько морзянки. Так, это мы где? На СВ-1. Да, на СВ-1. То есть это получается между 49 и 41 метром. Куча какая. Да, на СВ-1. Да, на СВ-1. Какой-то восточный язык. Так, ладно. СВ-2. Тут у нас получается 13 метров. Меньше 13, 12. Ну, тут только отголоски FM. Финны шумят на озере. Так. О, 19 метров, что-то финское. О, начиная с 19 метров, что-то ловится. Машины шумят. Не самое удачное место. Я врос встать. Так, морзянка. Где-то на 20 метрах. Китай, Малайзия. Около 20 метров. Англоязычные. Китай, Малайзия. 25 метров полно всего. Эх, громко-то как. перерыв 31 метр восточные мотивы ну в общем можно не продолжать что-то сегодня исключительно много всяких радиостанций и даже две средневолновые удалось поймать одну правда еле слышимую так что короткие волны не умерли в Финляндии вполне живы спасибо вот теперь для полноты картин прогнать надо шкалу FM приемника вот смотрите здесь ловят на 95,5 FM город Светогорск он уже по ту сторону границы 96,0 FM сейчас скажет наверное что это за радио почему не говорит безымянное какое-то радио один из зрителей моего канала сказал что в Финляндии более 100 радиостанций на FM давайте посчитаем первая 96 вторая 96,5 NRG это мы в прошлый раз слышали 97,4 третья хельмин радио хельмин так это какая третья 97,7 98,5 четвертая улесоми я так понял что это радио по-фински улесоми четвертая 102,5 а альто 107 6 улесоми 6 седьмая 102,1 молчание бывает 102,7 8 103,8 это 9 нова она у них везде почему-то принимает 10 105 ровно рок все просто лаконично рок 10 была 11 105,7 опять нова 106,3 12 безымянная 106,3 12 так 13 106,5 что-то тяжелее так какой сетим 13 106,5 так 106,9 14 106,9 опять нова 106,9 107 сбился со счета 16 15 потом пусть будет 16 17 18 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 улицу омин 19 до 89 и 5 ностальджи но надо же как у нас девятнадцатая девяносто и девять уликс или улей икс двадцатая девяносто 3 5 иксельман из кельма из кельман 21 забой на 21 отыграть кис на его уже вы слышали улицами да пошло по второму кругу ну короче порядка 20 радиостанций удалось поймать в этом финском лесу недалеко от лапиранты а собственно говоря всем теперь направляемся домой через город лапиранту который собственно говоря не городок а даже городишка если интересно в конце приложу немножко афинских дорогах в городе лапиранте всем спасибо за внимание на этом откланиваюсь всегда с вами сергей вы всю данную дуэзии жалей месяцев ламп бедранта направо через три километра скалы красивые вот едем по лаппинранте тихий мирный финский городок через 200 метров поверните плавно направо центр лаппинранте да мы тут уже были как-то из них происходил фестиваль старинных машин тут нарисована зона велосипеда и все ну машина можно и ходят не написано что машина нельзя поедем прямо а вот сюда можно потому что висит знак 40 брусчатка тут гоняли их старинные машины гуляют пьяные спухают сидятся как упускает таблетят равнозначно это пропускает на в магазинности закрыты главное на пивенушке открытая козель и красивая все малоэтажные а зачем он многоэтажной земли дофига а народу нифига так этот товарищ паркуется а мы едем далее здесь кольцо кольца у них как и у нас сейчас всегда главные всех пропускаем на кольце о какая-то башня у них там интересная амбразуры нет конечно амбразуры вероятно хранилище для боеприпасов и вот такая вот полукруглая штукенция эхо зимней войны вот туда в лес уходят буквально наверняка каким подземные бункеры прекрасный сохран прикрас окопы явно колесо от фашистско-финского танка и дальше интересно ё-моё оно уходит куда-то в глубину леса явно взорванная да все глыбы а вокруг тишина и благодать не считая шума дороги а на всем спасибо всем пока а